Глава МИД Китая потребовал от Лаврова начать мирные переговоры с Украиной. Лавров в ответ на это заявил, что Россия придает большое значение мирному плану Пекина и согласен с принципиальной позицией Китая. Москва готова откровенно поддерживать тесные контакты с Пекином по этому вопросу, заявил глава МИД Российской Федерации. Ну и в целом сегодня Лавров сказал о том, что, конечно же, Зеленский – это марионетка Запада, мы это слышали тысячу раз, и вот как раз как будто бы Россия готова к переговорам, но только с Западом. Единственное, что, Виктор, всегда большая проблема – Россия готова, а Запад нет. Ну то есть на данный момент мы не видим, чтобы кто-нибудь, не знаю, например, Франция или Германия, уж тем более Америка с Британией заявила о том, что да, мы очень хотим, давайте встречаться где-нибудь в Минске, будем с вами делить мир. То есть Россия говорит, что согласно с Пекином, Пекин говорит, давайте разговаривать. Видите ли вы здесь действительно какие-то подвижки в сторону переговоров, учитывая, что наступление вооруженных сил Украины еще даже не началось, да, вот самый важный такой аспект этого года, для того, чтобы понимать, о чем, как и с кем говорить дальше? Ну, помнится наш последний эфир, я именно в этом, благодаря вашему эфиру узнал о том, что произошел телефонный разговор между Пекином и Киевом, и это, конечно же, большой плюс, это большой плюс, это подвижка именно в сторону того, что в том, что Украина может донести свою позицию до основного союзника России, это очень важно для государства, который не то что поддерживает, но во всяком случае в начале самого конфликта пытался занять позицию нейтралитета. Мы уже все прекрасно знаем новость о том, что Китай впервые проголосовал за резолюцию Организации Объединенных Наций, где агрессия России называется именно агрессией. Соответственно, здесь не исключено, что именно это может быть последствия того самого телефонного разговора, который произошел между Киевом и Пекином. Но Китай вообще пытается играть очень важную роль. Китай пытается играть в силу своих собственных причин, в силу технологического, может быть, имбарго, который Соединенные Штаты пытаются вне ввести в Китай. Но Китай пытается играть очень важную роль международной политики. Мы знаем ту посредническую роль, которую они сыграли в переговорах между Саудовской Аравией и Ираном. И сейчас его заявление по поводу, тот факт, что они вообще позвонили, то, что состоялся этот разговор, это просто показывает о том, что Пекин собирается каким-то образом участвовать во всем этом мирном процессе, вернее, в инициации самого мирного процесса. Так что, да, здесь нужно только наблюдать, здесь нужно только наблюдать, посмотреть, во что это все может вылиться.